Это огромная такая люстра в кристаллах, или Сварульски, или стекла, это такой блестящий, знаменитая вещь, местная достопримечательность, но они очень тяжелые. Большие-большие бусины, пол есть блестка, во всем Ла-Светосе, начиная с аэропорта, весь пол блестка. Все блестит, такие они, тяжелые и большие. Мне кажется, что это не Сваровский, это просто стеклышки. Потому что для Сваровских это слишком, мне кажется, дорого, но они тяжелые такие. Наверное, тут не нить, а леска какая-то очень серьезная. Просто посмотрите на это сверкание, это очарование и красоту. Это все огромнейшая люстра. Мне кажется, камера так не передает все это сверкание. Мы здесь находимся неделю. Мы прилетели на неделю. Это начало марта 2017 года. И рассчитывала, я посмотрела по газмите, что должно быть тепло. Где-то 24-25 градусов. На самом деле 11-12, сейчас 14. Поэтому берите с собой половину вашего с акваяжа чемодана теплых вещей, летних вещей. Я набрала очень много и ходить, честно говоря, ни в чем. Мерзну, но ничего. Мы практически в пустыне в начале весны. В других городах там еще снег лежит, а мы в футболочках, джинсах ходим. Поэтому не забывайте браться в теплые вещи. Девчонки, утепляйтесь, не мерзните. Потому что я очень много вижу девчонок, которые ходят, бедненькие в платьях, в этих туфельках. А ножки болят, долго ходить не получается, гулять не получается. Берите удобную обувь, а хорошо несколько пар кроссовок или сникерсов. То есть что вы любите такое удобное для ножек. Закрытое желательно. Теплые какие-то вещи обязательно. Что-то такое наверх накинуть на себя. И не забывайте, что может быть вечером здесь очень-очень холодно. Солнце садится и будет холодно. Если вы хотите пойти, допустим, на ферму, погулять, вот где улица немножко вдалеке за стратосферой находится. Это самый первый даунтаун в Лас-Вегасе, где большой находится экран с... Screen ceiling – это потолок с экраном, где раз в час звучит, по-моему, одна или две композиции музыкальные, потом просто люди выступают. В общем... А, и там зиплайн еще находится. Зиплайн, где можно как-то прокатиться по воздуху. Стоит, по-моему, это 30 или 35 долларов. В общем, не забывайте о таких вещах. Несмотря на то, что здесь метео может показывать, что будет тепло, на самом деле, когда я летела... Летела я сюда с пересадкой через Детройт. Когда садилась в Детройте, у меня были безумные проблемы, потому что у меня на три часа заложило уши. Хотя я летаю часто, очень часто. Это первый раз в моей жизни было. Видно, какой-то был перепад, да, с давлением. И когда летела в Лас-Вегасе, я знаю, что в самолетах обычно холодно. Было безумно холодно. И в самолеты одеваете что-нибудь потеплее. Ну, а потом снимите, если что, не проблема. Вот так вот. По транспорту передвигаться здесь можно пешком, передвигаться здесь можно на Uber и передвигаться здесь можно на обычных городских такси, только они немножко дороже стоят, они белого цвета. Вот. В основном я или пешком сегодня, завтра-послезавтра пойду погуляю вместе с вами. Потом Uber, если мне надо будет поехать куда-нибудь подальше. Или же такси. Вот мы два дня пользовались такси. Дороговато, я вам хочу сказать, где-то 20, 25, 28 долларов, смотря, как долго вы будете стоять в пробках, вы за это время тоже платите. Когда мы ездили вот на Гранд Каньон, мы брали машину в аренду в Ависе. Аренда находится в аэропорту. Мы заплатили за сутки. Мы брали Киа машину. Ну, машина-машина. Главное, что не было ограничений по лимиту по милям. Хочу выходить из стене, потому что солнышко, оно будет плохо показывать. Золотой лев, но, конечно же, он не золотой. И переход. Вон там вот отель Нью-Йорк и кусочек Бруклинского моста видно. Мне почему-то кажется, что вот это вот здание, оранжевое с белыми полосками, похоже на какое-то здание из России. Как-то так. Это мы внутри замка. Так вот замок выглядит для взрослых и больших людей. Нету эльфа, нету единорога, нету золотой рыбки, белоснежки из ингномов и русалки нет. Есть куча игровых автоматов. Вот так вот. А это Луксор. Пришла я на выставку в музею Титаника и, может быть, попаду на выставку человеческого тела. Не знаю, посмотрим. Вот он, Титаник. Вот она огромная пирамида, Луксор. И там вот много-много номеров, где люди живут. Называется «Сбылась мечта идиота». Я уже не знаю, сколько фильмов пересмотрела документарных. Вот они, 268 метров на макете. В общем, я очень рада, что наконец-то сюда попала. и в свой день рождения. Это другая часть пирамиды. Регистрация. Это немножко ближе. Выглядит, конечно, это всё. Ну и то, что не настоящее. Зато где вы ещё только увидите всё в одном месте в Лас-Вегасе? Кусочки разных стран. Мне кажется, пальмы тоже не настоящее. Но ничего. В Сори-Пирамиде я ещё один замок нашла. Ходим сегодня... Находим замки. Вот эта выставка Титаника и вот эта выставка человеческого тела. Не знаю, что там внутри. Снимать там нельзя, поэтому снимаем снаружи. В общем, здесь очень интересно. Я рада, что сегодня здесь побывала. Вот оно, большое плавательное средство. Ого, сколько людей. Большая очередь. Ну ничего, подождём. Сейчас, может, подойду поближе. Поснимаю что-нибудь. Туры. Вот он, центр пирамиды. Сердцевина такая. Понятно, что всё это бутафория. Но на ощупь вроде как камушек. Да, камень. Бетон. Это выставка. Сколько разное там показывают, рассказывают. Я уже не знаю, сколько информации я подчерпала из интернета. Сама могу рассказать. Ну, в общем, чувствую, я там потратил сегодня. Она проходила мимо. Увидела такое классное место возле отеля Нью-Йорк. Вот тут тейковое здание Empire State Building. И тут внесём камешки сложенные в небольшие стены и по ним встекает вода. Кстати, то, что были на выставке мы для этих зданий очень понравилось. Иногда кажется, что это камушки, иногда монетки. Очень классная идея. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.